Мы вот живем, читаем книжки, пишем какие-то записки и никогда не задумываемся, было ли время, когда такого не было. Для нас это так естественно, и что нам кажется, что это было всегда и везде. Но на самом деле это было не всегда и не везде. И первоначально люди передавали друг другу информацию устно и хранили ее в своей памяти. Были сказатели, были сказатели былин, которые из рода в род передавали информацию, память о своем прошедшем роде. Потом стали развиваться, стало тяжело запоминать все очень много. Люди придумали пиктографию, придумали способ передачи информации через рисунки. И они вот рисовали и пытались кому-то что-то передать. Но это тоже был несовершенный способ. Почему? Потому что каждый, кто смотрел на рисунок, он понимал его по-своему. А впоследствии люди придумали графический способ изображения звуков и составили алфавиты. И мы с вами на самом деле очень счастливые люди. Почему? Потому что мы с вами, славяне, я беру славяне, то есть не только мы с вами, но и сербы, и болгары. Счастливые люди, потому что мы знаем имена тех людей, которые составили нам нашу азбуку. Мы даже знаем время, когда они это сделали, в отличие от других народов, которые это потеряли. Ну и, конечно, поп русская государственность, она позже образовывалась, поэтому мы все это знаем. Но русская азбука, славянская азбука, составлена в 863 году двумя братьями, славянами, равнопостольными, которые сейчас причислены в Православную Церковь Крик и Святых, потому что они просвещали всех славян, которым звали Кирилл и Мефодий. В 863 году они происходили родом из города Солуни, это в Греции, в то время это территория Азантийской империи. В этом городе было много славян, и, вероятно, с детства они, несмотря на то, что они были греками, они знали славянский язык. Старший брат, он служил военным и даже какое-то время управлял какой-то славянской, неизвестно какой, но какой-то славянской областью. Потом он ушел в монастырь, постригся в монахии и служил Господу. А младший брат, он не пошел в военную службу, а выбрал путь ученого. Еще в детстве он проявлял очень большие способности и воспитывался вместе с сыном императора, для того, чтобы сыну императора был пример, и получил очень обширное образование. По окончании этого образования он отказался от большой карьеры государственного деятеля, также отказался от какого-то знатного брака и работал библиотекарем при храме Премудрости Божьей Софии в Константинополе. И преподавал в училище философию, и с того времени его стали звать философом. И вот в 863 году, может быть чуть пораньше, моравский князь Ростислав обратился к императору византийскому с просьбой, чтобы он прислал проповедников, которые бы рассказали народу о вере на его родном языке. Моравия – это территория нынешней Венгрии, Чехии, Словакии, вот в этих местах. И там уже люди были оглашены Словом Божьим христианским, но проповедники были из Рима. И проповедовали на латинском языке, который был непонятен. Вот если сейчас нам начнут рассказывать что-то на латинском языке, мы с вами ничего не поймем. А для того, чтобы мы могли уверовать, нам нужно, чтобы нам рассказали на том языке, на котором нам понятно говорить. И вот князь обратился к императору, и император послал к нему двух братьев. Для того, чтобы выполнить свою миссию успешно, Кирилл и Мефодий составили азбуку. Азбука, которой мы пользуемся до сих пор. Они составили две азбуки – кириллицу и глаголицу. И первоначально они вместе пользовались. Но в основном в славянских странах прижилась кириллица. А глаголица используется только у хорватов. И они использовали ее. Они составили азбуку. Наша азбука уникальна среди всех азбук мира. Это произойдут все ученые. Почему? Потому что в нашей азбуке каждому звуку нашей речи соответствует отдельное графическое изображение буквы. Вот в английском языке, все сейчас, молодежь изучает английский язык, вы знаете, что буква Ч, она двумя буквами пишется. И другие буквы, двумя, тремя буквами, другие звуки пишутся несколькими буквами. Наша азбука в этом уникальна. Но помимо этого в нашей азбуке еще заложен смысл. Большой смысл. Мы все помним, когда были маленькими, нам, чтобы запомнить, какие цвета в радуке, нам говорили, каждый охотник знает, где сидит фазан. Это акрофонический способ запоминания чего-либо. И вот наша азбука построена по этому принципу. По этому принципу построен мало очень языков. Греческий язык по этому принципу и еврит. Причем греческий, он не полностью по этому принципу построен. Там несколько, ну, там 17 букв, которые действительно как-то называются, но они, греки, уже потеряли значение этих слов, которые называются еврит. Он полностью соответствует этому принципу. И там каждая буква имеет название, которое обозначает что-то именем существительным в единственном числе. А наша азбука, она пошла еще дальше. Почему мы поставили? В нашей азбуке среди 27 первых букв, 27, хотя когда, простите, я сейчас еще чуть-чуть вернусь, я забыла вам сказать, что когда Кирилл и Фоди создавали азбуку, в первой азбуке было 43 буквы. 24 буквы они взяли из греческого алфавита, по образцу греческого алфавита, а 18 буквы они к нашим звукам придумали, составили для нашей речи. Слово-глагол обозначает слово. Добро – это наречие. Добро – хорошо. А есть – это как раз вот батюшка-отец Анатолий рассказывал, что глагол «быть», что он по-разному пишется. И вот это третье лицо, единственное число есть. И получается, что глагол есть добро, слово есть добро, слово есть достояние. Итак, по всей азбуке пройдем. И это нам послание от святых братьев Кирилла и Мефодия, для того, чтобы мы жили достойно тому, как должны жить люди, существа разумные. В 863 году была создана азбука. И уже в первой половине X века на Руси использовали, хотя и Русь была еще языческой, на Руси уже использовали кириллицу. А так вот, что письменность широко распространялась, это произошло с принятием христианства на Руси, которое в 988 году произошло. Почему? Потому что из Греции мы приняли веру из Греции, и из Греции богослужения привезли иконы, книги, а служить без книг, службы совершать в божественном богослужении, невозможно. И храмы и монастыри явились такими источниками, откуда распространялась грамотность, просвещение. Потому что при храмах хранились книги, создавались библиотеки, создавались при храмах училища, которые учили и маленьких, и взрослых людей. И первоначально все книги были рукописными. Можно, давайте вот перейдем к плакатам. На Руси уже в 12-13 веке практически все население было грамотным. В 1951 году на раскопках в городе Новгорода было найдено более почти тысячу, потом сейчас уже более 1100 берестяных грамот. И когда стали исследовать, берестяная грамота – это кусок бересты. В России очень много растет берез, и не заставляет труда найти этот материал. Выделывать его, как кожу, не надо написать. Писали по берестине специальными палочками, которые называли писало. Их делали из кости, из металла, и просто деревянные заостренные палочки. Даже были книги, которые писались на бересте. Так вот, ученые, по рукописным книгам мы знаем о том, как жило государство. А по берестяным грамотам, которые были найдены в Новгороде, мы узнаем про жизнь простых горожан, крестьян. И нашли грамоты матери, сыну, крестьянской матери, своему сыну-крестьянину, горожан. Например, сейчас я вам прочитаю. Поклон от Марии, сыну моему Григорию. Купи мне хорошую зенди, а деньги я дала Давыду при шибе. Ты, как дитя мое, сделай, да сам привези сюда. То есть, мать писала сыну, зенди – это сукно. Чтобы он купил ей сукно и привез домой, чтобы ей было что пошить. Как мы с вами сейчас пишем записки. Ну, сейчас у нас телефоны, а вот там лет 40-50 назад мы записочки. Когда еще телефонов не было, даже стационарных везде, мы записочки друг другу передавали. И почему такое большое количество грамот было найдено? А потому что, как мы сейчас с вами в школе даже пишем какую-нибудь записку и выкидываем. И мы ее не храним. Так же и тогда было. Это говорит о том, что действительно была повсеместная грамотность. И они выкидывали и находили где-то между бревен. Вот когда находили грамоты, находились в таких разнообразных местах эти грамоты. Грамоты нашли не только в Новгороде. Нашли и в Смоленске, и в Москве, прямо и в Красной площади. Ремонтировали брусчатку для парада. И нашли одну из берестяных грамот. Просто в Новгороде они ученые установили, что в Новгороде такое количество сохранилось. Новгородская болотистая земля, она способствует сохранению. А так еще и в Рязани были найдены берестяные грамоты. То, что дети учились, было найдено несколько грамот мальчика Анфима, который и дразнилки делал, и... И дразнилки делал, и, как у нас мальчишки всяких солдатиков рисуют, да? Вот такие же записки были найдены. Лист, который выделал всегда из пергамента, он был большим. Он был большим. И его складывали пополам, а потом еще раз пополам. От этого пошло название «Тетрадь», которые сейчас пользуются школьники. Эти тетради... И вот представьте, вот тут был, допустим, вот такой вот лист, и нужно... Писец, который писал, пищи, да? Он должен был уже заранее знать, что будет на одной, на другой странице. Потому что складывались, а потом еще сшивались. То есть, вот текст был не сразу вот так вот шел. Вот тут, а потом вот тут. А нужно было думать и соображать, как и где будет написано. Потом эти... Писались... На них писался текст, они сшивались и крылись. Крылись в переплетки. Обкладывались деревянными досками. Отсюда у нас название есть «От доски до доски», «От корки до корки». Это значит, от начала до конца прочитал, просмотрел, изучил. Это деревянные обложки. Они покрывались кожей тоже выделанной, украшались. Церковные книги, они украшались камнями драгоценными, вот тут видите. И иногда из бархата делались. Можете вот посмотреть, потрогать. Это вот старинные обложки. Тут уже книжки сейчас нет, а старинные обложки. То есть применялось несколько видов письма. Ну, оно тоже развивалось. Первоначально первый вид, самый древний вид уставного славянского письма называется «Устав». Прежде чем написать, нужно было все разлиновать. И в этом типе письма славянского буквы почти в квадратик вписаны. Вот строго так все писалось. В середине 15 века стали изменять. Очень долго было. Вот в фильме Андрея Рублева, Иоанн Федоров, первый печатник, он говорит, читать книгу можно за один день, а писать ее приходится целый год. Сначала вот в 15 веке для обострения появился полустав новый рукописный книг. Он уже был не таким строгим, а вот стал более округлым. И писалось быстрее. И снова, в 15 веке началась развиваться деловая переписка, на которую тоже нужно было очень много экономить время. И с этой же самой середины 15 века стал использоваться шрифт, который назывался «Скоропись». И мы сейчас, когда с вами пишем тетрадки, сочинения, мы пишем тоже, собственно, типом письма «Скоропись». Вот он есть. Все книги, которые писались от руки, они еще и украшались. И вот в 15 веке появился такое декоративное письмо, которое называлось «Связь». И заголовки, оглавление, название глав писались такими вот красивыми письмом орнаментальным. Его очень сложно прочитать.